Изобретателем нотной грамоты считается Квитто Теренцо. Квитто был учителем музыки и хорового пения. Он много трудился над созданием музыкальной грамоты. Однажды, стараясь придумать более легкий способ заучивания незнакомой мелодии, Квитто придумал систему сульминации на основе молитвы Юану Крестителю. И вот сейчас вы видите ту молитву на экране. Так появились названия звуков, и это были начальные слоги строк. Потом уже Ут Стала До, Са Стала Си. И современная интерпретация названий нот выглядит так. До, До, Минус Господь, Ре, Ре, Рума, Терия, Мимира, Голом, Чудо, Фа, Фамилия, Симя, Соль, Соль, Солнце, Ля, Па. И лакте вьем лечный путь, си сидерере небеса. Вот сейчас на экране видим руку, рука Квитто. Во время выступления хора он использовал левую руку, и сгибая суставы пальцев, он указывал, какую ноту брать. В начале нотная система была четырехлинийная. Вот видите нотную систему из четырех линий. И ноты были квадратными. Сейчас у нас линии пять, и ноты изображают кругом. Но принцип Квитто остался без изменений. Благодаря авторитету Квитто, ладинская буквенная нотация стала общепринятой в Западной Европе и сохранилась до наших дней. По приблизительным данным, Квитто родился в 992 году в Италии, близко к Флоренции, в небольшом городке Орецо. Памятник Квитто стоит в Орецо и во Флоренции на стене дома, где жил музыкант. Именно Квитто назван международный конкурс хоровых коллективов. Вы вот сейчас на экране видите мемориальную доску и памятник Квитто.